Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, а разработчики выложили нам на продажу Черчилля Трим за 1,5 косаря золота. Много или мало, сейчас будем обсуждать. Ну а к вам есть просьбочка, пожалуйста, если вы смотрите видео без подписки, подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен. И кидайте донатики через ссылку в описании, буду вам тоже безумно благодарен за финансовую поддержку моего канала. Без вашей помощи, без ваших подписок и финансовых вливаний, безусловно, каналу не существовать. Итак, Черчилль Трим за 1,5 тысячи золота. Что он собой представляет? Видео я уже по Черчиллю снимал, и своего Черчилля я забрал абсолютно бесплатно из контейнера, который можно периодически открывать в игре. Видео по Черчиллю 3, там где я делал обзор, будет вот здесь вот наверху всплывающая ссылочка в течение видео. Не поленитесь, переходите, посмотрите. Возможно, дополнительное видео поможет вам сделать правильный выбор по поводу того, стоит ли покупать данный набор. Итак, в набор за 1,5 тысячи золота входит Черчилль 3, 7 дней према, есть камуфляж на него. Но, честно говоря, я к камуфляжам, простите, отношусь спокойно, поэтому в целом меня это вообще не трогает и не цепляет, есть он здесь или нет. Что касается Х5, то он только на Черчилля 3, есть сертификат на исследование танка 5 уровня, но, ребят, на 5 уровне, по-моему, можно и так машину исследовать без какого рода сертификатов. Ну, короче говоря, тоже есть, да и есть, слава богу, но если бы не было, тоже не суть большая беда. Есть место в ангаре, потому что по-другому машину не поставишь, и открытое все оборудование, которое в целом на 5 уровне, ну, особым ценником не отличается, является копеечным. Поэтому тоже есть, да и есть, если бы не было, ну, соответственно, тоже бы особо и не грустили. Что касается ценного, по-моему мнению, так ценная здесь только машина, которую вы покупаете, и 7 дней према. По поводу ценности самой машины, здесь еще вопрос остается подвешен. Что касается технических характеристик по Черчиллю, то здесь можно глянуть исключительно орудием, все необходимо, остальное смотреть непосредственно в бою. И теперь давайте будем смотреть. По времени перезарядки, с учетом оборудования, амуниции, у нас получается 5.72. Урон, заявленный в 1679, разброс на 100 метров у нас, я бы сказал, не очень хороший, потому что там в целом, ну, такой дырокольчик, он должен быть более-менее точным. Здесь же практически 0.4. Время сведения тоже не очень хорошее для 5 уровня, 3.3. Это, ребят, с учетом того, что все установлено. Средний урон в 160 единиц. Здесь для тяжелого танка на 6 уровне в целом цифра приемлемая и нормальная. Угл склонения вниз минус 8, но, честно говоря, они как-то в игре вообще не ощущаются как минус 8. И я бы сказал, играется где-то как минус 6, вот просто по ощущениям. Что касается бронепробиваемости, то 110 единиц на 5 уровне это еще нормально, но против шестерок уже как бы не совсем приятно. Особенно с учетом времени сведения и разброса. Короче говоря, ребят, все эти вот эти вот цифры необходимо все-таки прочувствовать в самом бою. Теперь давайте будем говорить еще о следующем. Нам необходимо запомнить следующие цифры. Следующие цифры, которые запоминаем сейчас, это пробитие 110, альфа 160. Теперь перекидываемся с вами на сравнительную табличку. Почему именно так? Потому что так проще сравнить с очень похожей машиной, ребят, которая есть в игре и она проходная на 5 уровне. Значит, смотрите, есть Черчилль 1, который есть в виде проходной машины и есть Черчилль 3, который прям. Теперь давайте будем заценивать. Смотрите, почему сказал запоминаем цифры? Потому что у Черчилля 3, у него 2 орудия. Соответственно, ребят, необходимо понимать, что мы сравниваем. Сравниваем Черчилля 3 на вот этом вот орудии 2. И теперь смотрите. ДПМ сразу не обращайте внимания, к нему мы сейчас вернемся. Пробитие 110 против 145 у Черчилля проходного. Альфа та же самая. Выстрелов в минуту то же самое количество. То есть 10 выстрелов здесь и 10 выстрелов здесь. На вот эти копейки особо не обращайте внимания. Ну окей, хорошо, пускай там поднимите, будет 11. Перезарядка 5,47, 5,9. Да, безусловно, в пользу Черчилля проходного. Но согласитесь, не намного, ребят, круче. Что касается калибра, можно сказать то же самое. Скорость полета снаряда опять-таки в пользу проходной машины. Что касается сведения, практически один в один. Разброс, я бы сказал, опять-таки в пользу Черчилля проходного. Что касается подвижности машины, ребят. Подвижность опять-таки не сильно между ними разница. Поверьте, вот эти вот 2 км в час вы их в бою не почувствуете. Что касается доходности, да, вопросов нет. Доходность 150 у Черчилля 3, но все-таки машина, ребят, не для фарма. Процент по победам по серверу я не сильно доверяю этой цифре. Но все же, и там, и там, 49 там с копейками. Нет 50 даже процентов. Я бы сказал, одинаково. Вот все практически одинаково. Только разница заключается типа в ДПМе, который у Черчилля хуже. Но, ребят, в чем он хуже? Вы посмотрите, 1753 заявленного ДПМа и 1628 заявленного ДПМ. И это все, ребят, с учетом того, что у вас на Черчилле 3 меньше возможностей нормально закидывать во врагов, потому что пробития очень сильно не хватает. 110 против 145. Против пятерок еще попадаетесь, особенно против там средних танков, легких танков, ПТшек каких-нибудь картонных. А вот против тяжей будет уже посложнее. А уж тем более против тяжей 6 уровня. Теперь, что касается брони. Смотрим на бронирование машины. 110 единиц, помните, про которые я говорил по пробитию. По броне, ребят, получается вот такая вот петруха. Верхняя часть башни, которая, поверьте, далеко не маленькая в бою, 125 с учетом привиденки. А без привиденки там 26. Поэтому все зависит от того, насколько косо вы стоите. 92 вот просто в морде башни, назовем ее так, да. То есть передняя часть башни вокруг орудия, которая абсолютно плоская, будет всасывать в себя, ребят, практически все, что только можно всасать. То же самое касается здесь 92. Вот этот вот лючок 66. Вот этот вот лючок 66. Да, вот здесь вот крут несусветная просто супер, чтобы типа мехвода не выбили. 184. Вопросов нет. Верхний бронелист у нас 95 с учетом привиденки. И нижний бронелист, вау, 130. Но нафига кому-то выцеливать ваши 130 в нижнем бронелисте, если вас можно сюда вот просто брать и разбирать. Что касается по бортам. Да, бортовать вот так вот, если башней вы умудритесь бортануть, то 202. Но зачем, если 97 здесь получается? То есть как вы башню не поворачиваете, пробивать вас будут просто таким, как картонную коробку. Снимаем вот эти вот все экранчики и смотрим. Здесь у нас 80, здесь у нас 53. Да, окей, типа какая-то защита от фугасов. Что касается нашей кормы. Здесь у нас есть экран. Снимаем экран. За экраном у нас, вау, 0. Просто таки, ребят, 0 полнейший. Здесь у нас 53. Ну и в корме башни у нас 80. Говорю, ребят, к чему? Говорю к тому, что имбовостью брони машина не отличается абсолютно. Ну вот просто ее там нет. Теперь давайте возьмем, вернемся, ребят, назад к товарищам танкам проходным. Берем тяжелый танк, пятый уровень. И теперь смотрим. Черчилль 1 по броне. Вот мы его открываем. Пожалуйста, Черчилль. В башне у него 127. Ну, дальше да. В принципе, все то же самое. Но здесь хотя бы вот здесь в башне есть 127. Здесь у нас приведенка и без приведенки 50. Короче говоря, ребят, машины практически одинаковые. Да даже не практически. Они просто, ребят, одинаковые. И нечего здесь говорить. Поэтому здесь возникает очень существенный вопрос. А стоит ли, ребят, покупать машину премиумную, которая, ребят, будет в принципе там плюс-минус фармить точно так же. Простите, играться будет точно так же, как обычная проходная машина. И при этом, ребят, только фармами отличается. Стоит ли этот фарм 1500 золота с учетом того, за сколько машину продают. Я предлагаю просто выкатить данную машину из ангара на одну каточку и посмотреть, как Черчилль 3 играется. Безусловно, что-то хорошее в машине есть. Вообще, в принципе, в этой игре в каждой машине есть что-то хорошее. И безусловно, есть те игроки, которым это что-то хорошее заходит. И им нравится. Особенно это предложение по своей стоимости, в первую очередь, может заинтересовать новых игроков. У которых нет сейчас запаса золота, которые не смогли скопить голдишке нормальную копилку, просматривая видео, либо выполняя какие-то боевые задачи. Короче говоря, для тех ребят, у кого копилка небольшая, ну и уж тем более, данное предложение может быть довольно некислой заманухой. Для тех ребят, которые только зашли в игру и видят перед собой танк пятого уровня. Они там находятся, грубо говоря, где-то уровне на третьем, четвертом, я не знаю. Голдишки какой-то себе как-то там подкопили. Может, до шестого левела даже добрались. И вот они думают, а почему бы и нет за полторушку взять себе со 150% коэффициента доходности премиумную машину, которая, в принципе, играться будет как проходной Черчилль. И, соответственно, раз он играться будет как проходной Черчилль, но при этом приносить больше серебра, можно, в принципе, покупать. Так это или нет, мы сейчас, ребят, с вами посмотрим. Ну, от себя отмечу следующее. Своего Черчилля, как я уже говорил, я получил абсолютно бесплатно. И, откровенно говоря, стоит он у меня, ребят, мертвым грузом. Возможно, возможно, ребят, именно из-за того, что у меня есть ряд других более годных, более веселых, более интересных и фановых машин в ангаре, которые я с большим удовольствием выкатываю. Соответственно, на них получаю удовольствие, играя на пятом уровне. Что касается этого Черчилля, он у меня, честно говоря, позабыт-позаброшен. Нет в нем абсолютно никакого фана. Едет он медленно, едет он, я бы сказал, даже печально. Ты просто тянешься куда-то, а не передвигаешься по карте. Это первый его существенный минус. Теперь, что касается времени сведения. Время сведения, блин, сводится, сводится, сводится. Да, вроде бы и свелся, как бы вопросов нет, но все-таки, согласитесь, хочется-то, чтобы немножко побыстрее, чтобы можно было нормально прицелиться и кинуть. Что касается времени перезарядки, в принципе, 5,7, с учетом установленного всего там оборудования и так далее, в целом не настолько прям уныло, насколько могло бы быть. Но когда против тебя стоит товарищ с той же альфой, допустим, 6 уровня машинка, которая в тебя накидывает просто как в молодого, но тут уже, как бы, абсолютно ничего приятного от игры ты не ощущаешь. Углы склонения орудия вверх вообще никудышные, просто пушка вверх не поднимается. Вот, в принципе, и все. То, что смог сейчас Черчилль в данном бою, я сейчас реально пободаться ни с кем нормально не смог. Ни угла склонения вверх не хватает у машины, ни подвижности не хватает, ни нормального сведения, в принципе, чтобы стоять и отрабатывать там вот по ком-то, кто вылазит из-за каких-то кустов и так далее. В целом, ребят, я думаю, что данная катка, будем говорить откровенно, не сильно показательная, поэтому сейчас досматриваем данный бой и обязательно забросимся в следующий. Так, ну что, братцы и танкисты, бой закончился поражением, закончился да и закончился, результаты смотреть не будем, потому что, как мы с вами понимаем, смотреть там не на что, просто забрасываемся в следующий бой, ну и, соответственно, попытаюсь поменьше говорить о самом Черчилле, ну а побольше приложить усилий к тому, чтобы выдавить из машины максимум. Насколько это получится, гарантировать не могу. Вообще, честно, Черчилль 3, он играется вот так приблизительно постоянно. Бывают, безусловно, какие-то бои, в которых тебе повезло заехать туда, куда надо, да ты еще и не сам, у тебя есть твои союзники рядом с тобой, и на тебя особо не обращают внимания, пытаются отбрасывать по кому-то другому, тогда да, тогда для Черчилля этот бой является прям очень-очень приятным. Ну а что же касается стандартных боев, ну поверьте мне, вы не являетесь абсолютно ни для кого из ваших соперников абсолютно никакой угрозой. Вот просто поверьте мне на слово. Когда, допустим, на меня выезжает Черчилль 3 в бою, на чем бы я не играл, он для меня, в принципе, не соперник. Его очень легко можно закрутить. Его очень легко можно разбирать, вне зависимости от того, как он ромбует, не ромбует, пытается отыгрывать от башни. Вот поверьте, просто до лампочки, как ты пытаешься играть на данной машине. Ребят, говорю абсолютно честно, абсолютно откровенно, если вы за честные обзоры, если вы не за то, чтобы вам показывали исключительно великолепные, веселые катки на машинах, и рассказывали, что именно вот так вот машина играться будет в ваших руках всегда и постоянно, и что ваша там копилка обязательно должна быть разбита ради того, чтобы приобрести себе именно этот автомобиль, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. На этом канале уже более 400 честных обзоров на технику, такой, какая она есть на самом деле, в руках среднего игрока. Не с киловика с 70%, а обычного игрока, который играет с процентами там побед в районе 50. И в то же время огромное количество обзоров на товары в магазине, которые периодически появляются, ну и, соответственно, честные обзоры на то, допустим, что может выпасть вам из контейнеров, которые вы приобретете себе за реальные деньги, либо за голду, если ваш аккаунт не подкручен разработчиками. Итак, как вы видите, на дальних расстояниях снаряд летит, а бы как, если бы товарищ еще и двигался, то пока он долетит, товарищ бы уже давно отъехал. Поэтому работать на Черчилле с его огромным, ребят, огромным все-таки разбросом и временем сведения, ну прям вообще дискомфортно. От слова совсем. Что касается того, чтобы подъехать поближе, мне, честно говоря, всегда боязно на Черчилле куда-то прям сильно зарываться. По одной простой причине, потому что когда ты появляешься, соперники не стесняясь начинают тебя разбирать, ну а ты начинаешь нескромно подтирать сопли и потихоньку плакать. Мне лично Черчилль проходной, когда он у меня был, нравился гораздо больше. Так, ладно, поехали. Не подставляем борта, и может нам будет счастье. Шестерка. Арл. Нет, неприступно. Абсолютно неприступно. Абсолютно, как говорится, не для нас. Пятерка. Только на голде. Вот сейчас очень, очень фартово получилось. Но вот от Арла, понятное дело, мне прилетает. Товарищ Мэджай, хватит, хватит бедокурить. Что вы делаете со мной? Я хотел показать машину, что она может хоть что-то, но оказывается, скорее всего, это будет не под силу. Я не знаю, честно говоря, как показать сильные стороны того, в ком сильных сторон нет. Вот сейчас даже в СУ-100 я нормально пробить не могу. СУ-100, ребят, машина, которая, в принципе, броней никого не смущает никогда. Просто никогда. С одной стороны, у меня сейчас Арл стоит. которого я пробить не могу. Здесь у меня стоит СУ-100, которого я пытаюсь пробить вот даже сейчас голдой, но исходя из того, что у меня время сведения и разброс просто безбожное, я даже этого сделать не могу. Ну, просто за отсутствием точности орудия. Грустно, ребят, очень грустно и очень неприятно играть на данной машине. Единственное, что может реабилитировать Черчилля Третьего в вашем ангаре, по моему скромному мнению, мнение, безусловно, субъективно, но все же, ребят, единственное, что его может реабилитировать, это если этот Черчилль достался вам точно так же, как и мне, бесплатно из контейнера. Если бы я эту машину приобрел себе за полторы тысячи золота, я бы потом пытался отгрызть бы себе руку. Ну, вот серьезно. Просто потому, что машина не стоит полторы тысячи золота. За полторы тысячи золота, ребят, лучше купить себе порой даже четвертого уровня какую-нибудь машину, ну, откровенно, чем покупать вот эту пятерку. Нафармить на ней вы не нафармите, ничего у вас не получится. Я, блин, вот сейчас в горку еду, мне уже плакать охота кровавыми слезами. Ну, не знаю, ребят. Стоит ли отдавать за вот такой геймплей свои полторы тысячи кровной голды, решать, безусловно, мам, я бы, честно говоря, свои полторы тысячи в жизни бы не отдал. Ну, что, смотрим на результаты. Я умудрился выжить, только потому, что вообще никуда не лез. Я стрелял голдой, потому что другого выбора у меня просто не было. Я получил, на удивление, знак классности третьей степени, а значит, на данной машине вообще никто не играет, как я понимаю. И с учетом того, сколько серебра мне пришлось потратить на голдовые снаряды, ребят, пополнение боекомплекта заняло у меня 12 косарей. 12! А получил я 16 чистыми. Ну, вот как-то вот так вот получается, ребят, мне очень весело. Короче, фармер из Черчилля третьего просто никудышний. Пишите свои комментарии под видео, согласны вы со мной, не согласны, в любом случае, пишите комментарии, потому что те ребята, которые пытаются сейчас принять правильное, грамотное, взвешенное решение, стоит ли потратить полторы тысячи золота на данный бор, они должны знать честное мнение про данную машину. Поверьте, мое мнение абсолютно честное, ну, и никем не проплаченное однозначно, а то я бы рекламировал данную машинку, а не отговаривал вас. На данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока.